Всем привет на канале Александр Эмбрис. Сегодня к нам попал в гости бошевский шуруповерт модель GSR18 2Li Plus с съемным патроном. Причем сниматься этот патрон по идее не должен, но тем не менее он снимается. Давайте разберемся и посмотрим в чем прикол. Вместе с шуруповертом мне принесли три вот таких вот бочонка, которые вывалились из редуктора. После того как выводился патрон. Поэтому надо обязательно проверить не посеял ли хозяин какие-нибудь детали. Да кстати сразу видна причина поломки. Обратите внимание вот сюда. На валу отдельно внутренняя обойма от подшипника. То есть просто передний подшипник, который держит шпиндель с патроном разводился. Ладно, хора любоваться давайте разбирать. Раскрутили и вскрываем. Ну и естественно достаем содержимое. К двигуной кнопки претензий у нас нет, поэтому их отложим в сторонку, чтобы почистить. И приступим к разборке редуктора. Для того чтобы его разобрать необходимо снять вот такие вот две защелки. И раз и два. Затем необходимо выщелкнуть неподвижный венец. Ну что ребят, после разборки видно, что владельца этого шуруповерта можно похвалить. Три паза под вот эти вот бочонки, которые мне владелец дал вместе с шуруповертом. Это значит, что он ничего не посеял. Ну что, хорошо. Значит эту груду деталек откладываем в сторонку и разбираем переднюю часть нашего редуктора. Разобрать ее нам надо для замены нашего злосчастного подшипника. Достаем наружную обойму подшипника и снимаем внутреннюю, которая находится на шпинделе. После этого снимаем уплотнительную резиночку и смотрим внутрь. Внутри редуктора у нас стоит втулка. Причем эта втулка у нас вплавлена в корпус и люфтит эта втулка прям не слабо. Открываем бошевский официальный сайт. Ищем наш шуруповерт и видим, что редуктор идет в сборе и корпус со втулкой купить никак не получится. Что же тогда делать, если эта втулка износилась? Спросите вы. Ломать редуктор? Отвечу я. Берем наш редуктор и выламываем из него втулку. Сам в шоке. Ставим корпус редуктора на платформу. Подбираем наставку. И начинаем давить. Вот так вот. Эх, лепота. Вот так вот всё. Выломал втулку и у нас появилось почти ровное, почти красивое посадочное гнездо. Кстати, вот эту фигню выковырить до конца надо. И тут возможно у многих возник вопрос. Что я блинтворю? Сейчас отвечу. В передней части корпуса редуктора у нас стоял 6800 подшипник. Внутренний диаметр 10, наружный 19, высота подшипника 5 миллиметров. Втулка в этом шуруповёрте 19, 10, 5. Единственная разница между втулкой и подшипником заключается вот в этих ободах, пазах как угодно их называйте. То бишь мы можем спокойно выломать вот эту втулку из корпуса. Убрать лишнее бормашинкой. И поставить сюда точь-в-точь такой же второй подшипник. Всё. Да и кстати, спонсором сегодняшнего ролика является мой инстаграм. В котором выйдут фотографии вот этих втулочек. Внутренние части корпуса редуктора, в которые мы вставим потом подшипник. И многое-многое другое. Обязательно подписывайтесь, если ещё этого не сделали. Ладно, приступаем к выпиливанию отверстия под подшипник. Вот примерно вот такое вот посадочное гнездо должно у вас получиться. Повторюсь, сделать такое посадочное гнездо, ориентируясь на края от втулки, очень просто. Даже бормашинкой, но если у вас есть фрезерник или сверлильник, то всё становится ещё проще. Зажимаем наш корпус в тесочке и какой-нибудь фрезюкалкой аккуратненько делаем посадочку. Так, ладно, что-то разговорился. Довольно важно, я сделал немного глубже посадку, чтобы посадить подшипник четко глубже. Ну что же, давайте проверим насколько хорошо я сделал посадочку. Отлично. Сидит плотно, никуда не шевелится. Точно так же, как и в передней части корпуса. А теперь проверим, что с люфтом. Ну, его как бы нет. Лепота. Так, ну что, с посадкой разобрались. Давайте доразберем наш редуктор, а именно снимем скобу переключения. Достанем подвижный венец. Ну и почистим всё это дело. Для того, чтобы пересмазать, ну и приступить естественно к сборке. Да, кстати, помимо этого я ещё и патрончик снял. Для того, чтобы красиво, в правильной последовательности всё собрать. Резьба здесь 1,2 20 UNF и как всегда имеется контрила. Приступаем к чистке. После чистки образовалась небольшая кучка чистеньких деталей. Короче говоря, давайте как-то всё это соберем до кучи что ли. Берем наш вал. Берем подшипник. Ну и прессовываем, конечно же, используя наставку подходящего диаметра. Устанавливаем уплотнительную резинку. И ставим вал. Теперь вопрос к внимательным подписчикам. Кто знает что это за железяка и для чего она нужна? Пишите в комментариях, я уже неоднократно в своих видосах рассказывал. А пока вы пишите, я поставлю регулятор усилия и пластину, которая фиксирует наш подшипник. Во-вторых регулятор усилия. После чего прикручу её тремя шурупами. Кручу отверткой не потому что шуруповёрт потерял или ещё что-то не сделал. А потому что такой мелкой биты нет. Блин, надо бы купить. Теперь берем наш корпус редуктора. Берем подшипник и вставляем. После чего запрессовываем. Не слишком ли маленький люфт? Да ладно, собираем дальше. Как уже было ранее сказано, положу пластину металлическую. Положу для того, чтобы блокировка вала ничего с подшипником не сделала. А именно вот эти вот бочонки. И продолжу собирать блокировку. Ладно, остальное я уже многократно показывал в видосах. Поэтому если кому-то интересно посмотреть сборку аналогичного редуктора, ссылку оставлю в описании. А этот редуктор соберу побыреку без комментариев. А пока идёт процесс сборки, напоминаю. У меня есть инстаграм, в котором выходят все фотографии. Ссылка в описании. Сразу же, после того как собрали редуктор, обязательно одевайте вот эти вот защёлочки. А иначе редуктор развалится и по новой собирать надо будет. Всё, редуктор готов. Остаётся одеть скобу переключения. Нам необходимо попасть в пазик, находящийся в подвижном венце. С обеих сторон. После того как сделали это, обязательно проверяйте, что у вас там получилось. Ну что, друзья, товарищи, финишная прямая. Вставляем наш двигатель в редуктор. И тусим всю эту красотищу в корпус. Затусовали всю эту красоту в корпус. Не забываем про разные мелочёвки. Ставим их тоже. Проверяем, не торчит ли где какой-нибудь злосчастный провод. И если всё окей, накрываем верхним корпусом. Вот так вот. Ну и конечно же, скручиваем. Ну вот мы наш чудо техники и дособирали. Поэтому давайте ставить патрон. И контрилу. Вот так вот. Это вторая скорость. Это первая скорость. Реверс работает, регуляция оборотов естественно работает. И самое главное, ребята, сейчас заценим люфт. Ну что ж, испытания будут жесткие. Поставил шуруповёрт на твёрдую поверхность. Ровную. Берусь за аккумулятор и давлю на биту. Нифига себе корпус прогибается, ребята. Ну ладно, не на то смотрю. Я думаю видать, что патрон практически не люфтит. Даже вот под такими нагрузками. Неплохо получилось. Вот примерно так. Можно модернизировать редуктор в таком бошевском шуруповёрте. Делается это довольно просто, как я думаю было видно из видео. Особенно при наличии фрезера либо сверлилой. Кстати, довольно часто у меня под видосиками в комментах и в инсте спрашивают. Чем же я очищаю так детальки прям до блеска? Пользуюсь я химозой Wurt. И артикул этой химозы вот в этом видосике я засветил. Тот, кто его заметил, красавчик. Лайк за наблюдательность. Ну а всем остальным, ребята, рекомендую подписаться на инстаграм. Потому что я там уже несколько раз демонстрировал эту химию. Ну и вообще, если вы считаете, что вот этого вот ремонта недостаточно для лайка, то я вообще не знаю, что вам снимать. Короче, лайк, подписка, комментарий. Ну и хватит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok